так ну вот пока клетка на улице стоит и удобно тут ее обслуживать съездил с утра в город потратил 2000 из семейного бюджета и переделал поение почему переделал поение первая причина отказываюсь от прозрачных шлангов из-за того что вот такая инопланетная жизнь в них поселяется очень быстро и очистить удалить эти вот водоросли или бактерии что это такое неизвестно мне очень сложно вот а в непрозрачных трубках все-таки вот эти вот водоросли они поселяются гораздо не охотнее ну скажем они тоже там поселяются но в меньшей степени вот поэтому это первая причина почему мне пришлось изменить здесь поение на этой клетке опять-таки экспериментально будем смотреть проверять как это все будет работать если это будет работать то будем делать и на других клетках то же самое значит проблема вторая значит на первом ярусе который у меня на верхнем ярусе который меня ближе всего к емкости водяной меня все устраивает давление воды из ниппельных поилок приемлемо а вот на среднем и нижнем ярусе из-за того что водяной столб получается гораздо выше соответственно и давление в этих ниппелях совершенно другое по моему она называется если я не ошибаюсь гидростатическое давление которое как раз зависит от высоты водяного столба и вот мне нужно сделать так чтобы давление здесь было ниже я на все эти ветви да если можно так сказать но на все эти вот линии поярусно я поставил вот такие вентили с помощью этих вентили я буду регулировать поток прохождение жидкости и тем самым уменьшать давление на ниппелях то есть как бы давление вот здесь она останется таким же высоким а при движении жидкости привод потоки протоки и и через вентиль за счет уменьшения проходного сечения я буду уменьшать давление в системе то есть это мне позволит чтобы птица который не аккуратно пьет это касается росов скобами это в меньшей степени они интеллигентные у нас птицы и в общем аккуратно пьют и не разбрызгивают а росы как обезьяны я не знает просто ужас какой-то они налетают на поилке вот капли в разные стороны и из-за того что давление высокая у меня на поддоне образу образовывается гигантская лужа за сутки у кубов нет я говорю еще раз у них маленькая может лужица там присутствует и все поэтому чтобы уже раз и навсегда решить этот вопрос я надеюсь что такая схема у меня будет работать значит смотрите как теперь у меня получается вот эта емкость здесь кран для того чтобы я мог перекрыть его отсоединить вот эту всю систему она вся съемная на 2 клипса держится от на этих вот чтобы я мог это все значит отсоединить в любой момент обслужить потом на каждую ветвь на каждый ярус у меня идет вот отвод с таким вентилем величина откручивания вентиля и будет являться у меня регулирующим параметром для прохождения жидкости вот эти вот у меня затянуты открытая вот это открытыми на пол оборота а этот открыт вообще на четверть обороты и чисто вот так вот визуально как бы да я проверяю где у меня волшебная моя палка то вот она я проверяю таким вот нехитрым приспособленицем вот смотрю так вот здесь какой у меня поток жидкости до косвенно давление вот здесь такое же и здесь такой же если эту систему собрать без вентили без вентили да вот тех вот то вот эти нижний и средний ярус здесь но поток выше чем на верхнем пропорционально но где-то здесь я не знаю полтора раза наверно а здесь раза в два вот а сейчас принципе пока эта схема работает значит еще раз вот так вот я ее показываю еще что сделал ну как я сказал я отказался прозрачных шлангов чтобы в меньшей степени и гораздо медленнее у меня зарождалась в этих трубопроводах жизни нужны мне бактерии всякие поселились они все равно там будут рано или поздно но лучше поздно чем рано и в меньшем объеме и я значит сделал эту систему максимально скажем так удобной для промывки вот добавил внизу вентиль чтобы мне можно было вот это все отсоединяется от руки просто-напросто здесь на резиновых уплотнителей я вот через все затянул я вот это мощные вот здесь вот короче вот откручивается закручивается от руки в общем все это прикручено все это быстренько здесь это соединил в трех местах все это дело от клипса отодрал снял и моешь водой проточной перекисью водорода я ее промываю через верх заливаешь здесь промывочный кран открываешь обслужил помыл поставил на назад то же самое я сделал сейчас вот получается с моими паилками вот этими в клетках которые висят вот на этой покажу смотрите перри переделал муфты у меня был под штуцер под шланг простой прозрачный силиконовый я сюда значит перепаял муфту на одну вторую выход и сделал все гибкой подводкой 30 сантиметров этот шланг чтобы не прозрачное все это у меня было так и на концах каждой вот такой трубы я поставил кран для чего для того чтобы во время мойки клетки я быстренько снимаю вот эту вот трубу с той стороны вставляю шланг и промываю здесь открываю кран просто и промывая также за заливая туда перекись водорода она у меня стоит отмокать какое-то время сливаю через этот кран и промывая проточной водой здесь у меня до этого момента стояли просто заглушки и так я сделать не мог делать это я понял что периодически просто необходимо так что вот такие изменения в системе паения произошли на клетке моей вот так это все выглядит еще раз показываю все будем эксплуатировать будем смотреть я считаю что надеюсь вернее что должно все это работать я понимаю что это неправильно регулировать давление с помощью шарового крана но еще раз повторюсь если исходить из физики процесса то здесь мне не важно что она высокое давление мне важно чтобы она вот здесь было ниже а здесь я его давление уменьшу тем что меньшее количество жидкости у меня будет успевать проходить единицу времени так что кто-то там не вот я спрашивал писала писал писал что это не будет работать я думаю что будет ладно расскажу если ничего не получится обязательно узнаете так вот здесь вот я свою емкость и ты чё собака так меня обрызгали короче вот этот вот шланг забыл чё хотел сказать-то е-мое шланг вот этот вот здесь хотел поставить гибкую подводку здесь тоже наружная 1 2 резьба была у меня но засада в том что вот в этот нос у этого носика другая резьба не 1 2 не знаю какая тут 3 8 что ли ну вряд ли не знаю короче какая и пришлось сюда кусок шланга какой здесь меня раньше использовался поставить здесь сделать этот штуцер вот но ничего как вариант здесь можно просто другой кран ставить на одну второй выход и гибкой подводкой подсоединяться ну либо вот этот вот этот шланг он непрозрачный там ничего не образовывается он был чистый я все равно помыл перекисью и думаю что будет эксплуатироваться но здесь всегда есть вариант какой-то и поставить гибкую подводку будущем посмотрим и вот еще важный момент вот на этих вот поилках которые в клетке на этих вот трубах кран который в торец врезан я на всех ярусах снял ручки снял я ручки для того чтобы эти сумасшедшие бройлеры своей тушка гигантской не повернули неожиданно для меня ночью когда-нибудь эту ручку да я пришел у меня вся эта емкость для воды была бы на полу поэтому я ручки снял вот можно открыть пассатижами можно взять ручку открыть этот кран когда промывается система нет проблем так что думаю что вот это вот важный момент и лучше конечно их убирать дабы не было сюрпризов так но все вот эти изыскания мои они вроде бы казалось бы противоречат законам гидродинамики соответственно уравнению вернули то которая гласит что при снижении скорости потока давление жидкости возрастает но по ходу она применяет становится на вернее похода применяется но для статических потоков которые не изменяются во времени у меня получается как раз скорость потока изменяется во времени поэтому надеюсь что ко мне это не относится и к моей системе и здесь какой-то другой закон физики действует но я не вижу не знаю какой поэтому смотрите вот давайте эксперимент прям проведем вот сейчас закрыт кран вот я его закрыл это нижний ярус значит из последнего ниппеля смотрим какое течение воды происходит никакого не происходит да давайте попробуем его открыть ну скажем вот на четверть оборота жидкости мало здесь у нас в баке значит смотрим сейчас эта система должна наполниться ничего не происходит да если давайте еще откроем так еще к вот что-то у нас тут уже пошло вот так у нас вот такой напор да вот такая струя идет давайте немного придушим вот уже видите уже не струя а капли и и давайте его откроем полностью откроем его полностью как будто бы вы здесь нет вот видите какая толстенная струя вот если такой вот здесь напор то птица все просто проливает давайте вернем те установки которые я скорее всего буду использовать то есть вот допустим закрываем его полностью и открываем где-то вот чуть больше четверти сейчас вот этот все посолью ну вот видно да что сейчас идет у нас отбор по капельной то есть мы ограничили количество проходящей через ниппельную поилку воды ну соответственно давление так предполагаю вот в общем я это отрегулирую еще этот процесс весь посмотрим там какие сделать параметры открытия кранов этих вот ну в общем думаю что должно работать и некие законы гидродинамики мы здесь не нарушили так вот рабочий вариант уже в курятники так выглядит наша система поения новая а так выглядит наша система поения старая ужас короче говоря вот здесь вот тоже я пытаюсь ограничивать поток воды на нижний и средний ярус вот такими зажимами но плохо получается вот а вот здесь вот посмотрим надеюсь что будет нормально так вот это у нас пароизоляция самая дешевая я ее натягиваю на боковую и задние стенки дабы птица не сильно загаживала стены все равно стены как бы пачкаются но если бы и не было бы вообще кошмар вот сверху по сверху это вот пароизоляции уже я монтирую эти вот трубопроводы аккуратненько они у нас проходят туда клетку и здесь уже системы ниппельного паяния труба которая регулируется по высоте сейчас у меня здесь маленькие будут птенцы поэтому она опущена на полную а по мере роста птица будет подниматься так здесь немножко дорабатываем мы наши кормушки но они ходили наверное будет видео все сейчас будем пересаживать вот этих вот оборванцев вот этих вот кобиков будем пересаживать так ну и как говорится почувствуйте разницу новая система паяния прошло два дня верхний ярус средний ярус нижний ярус видим да что все сухо и старая система паяния которую я показывал вот она вот так выглядит трубки старца смотрим верхний ярус как я говорил проблем нет средний ярус видим до сколько воды и нижний ярус но тут озеро прям так что вот такая система новая наша паяния показывает что с помощью вот таких вот вентилей установленных на каждую линию на каждом отдельно ярусе вполне рабочий вариант ни на среднем ни на нижнем никакой воды мы не видим а птица спокойненько пьет практически с одинаковым напором и давлением на каждом ярусе все спасибо за внимание всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки кому понравилось кому не понравилось дизлайки всего хорошего